Здравствуйте! Это новости Дагестана, студия Джамиля Шарипова. И вот главная тема. Дагестан без ограничений. Сергей Меликов анонсировал снятие ранее принятых запретов из-за коронавируса. Замечаем динамику увеличения по ряду продуктов. Это касается и гречки, это касается и капусты, и моркови, и картошки, и некоторых других. Мы будем разбираться с оптовым базом, с оптовым поставщиками, причиной увеличения и, возможно, искать другие пути поставки от других поставщиков в целях снижения. Хочу обратиться к продавцам, чтобы не увеличивали цены на продукты питания, особенно не занимались сговором. Цены бегут, власти на местах пытаются их догнать и остановить. В Дербенте чиновники мэрии провели рейд по торговым точкам города. Выпрыгнули на ходу и спаслись. В Сунтинском районе машина упала в обрыв, к счастью, без пассажиров. Дагестан без ограничений. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил о снятии большинства запретов, принятых из-за коронавируса, до 31 марта. Так, будет восстановлена работа банкетных залов и детских клубов, кинотеатры, развлекательные торговые центры, учреждения, оказывающие разного рода услуги населению, гостиницы и санатории, магазины. Можно будет посещать без предъявления QR-кода. При этом в силе остается использование масок в общественном транспорте и в помещениях, таких как объекты торговли и бытового обслуживания, аптеки, железнодорожные вокзалы, автовокзалы, аэропорт, предприятия и организации, в частности, медицинские. Прежде всего, хотелось бы отметить, что за период, прошедший с проведения последнего нашего с вами оперативного штаба, ситуация значительно изменилась. Изменилась в лучшую сторону. На протяжении нескольких недель уменьшается число заболевших, и все меньше у нас остается количество тяжелых случаев. Не дожидаясь оперативного штаба на прошлой неделе, я принял решение, довел его до вас, связанное с тем, что мы ряд ограничений уже сняли. Сегодня мы обсудим вопросы, которые выведены или вынесены на повестку оперативного штаба, дабы продолжить нам формировать вопросы, которые мы друг другу сегодня задаем, в том, стоит ли дальше идти по пути смещению тех ограничений, которые у нас пока еще остаются. И это я хотел бы обсудить в контексте не только самого оперативного штаба по проведению, по противодействию коронавирусной инфекции, но и в рамках тех задач, которые мы ставим перед бизнес-сообществом, перед экономикой, в условиях введения новых жестких экономических санкций. Сегодня этот вопрос в приоритетном и федеральном уровне. Значит, у меня вот произошел ряд встреч с руководством правительства Российской Федерации, безусловно, сегодня это приоритетный вопрос. Приоритетный вопрос. Поэтому я хотел бы, чтобы вы, прежде всего выступающие, которые в повестке у нас есть, и те, кто будет дополнять своими выступлениями сегодняшнюю повестку, высказали свое мнение, а члены правительства в том числе высказали свои аргументы. Потому что мы это должны сегодня рассматривать, еще раз повторяю. С одной стороны, за отсутствием необходимости введения ограничительных мер. С другой стороны, что эти ограничительные меры будут сняты только лишь в тех условиях, которые позволят нам активно противодействовать другому угрозе, теперь уже угрозе чисто экономической. Несмотря на заверение властей, цены на продукты в Дагестане все же растут. В этом смогли убедиться и чиновники Дзербенской мэрии, которые провели рейд по торговым точкам города. Стоимость ряда продуктов, круп, мяса, фруктов и овощей действительно оказалась завышенной. Помидоры? По 80 рублей. 250 тоже. 250 уже. Помидоры? Да. Маку не лакочного. А, так, да. Агурцы 200, да? Агурцы покупали? Самоёк, да? В складах берём. Проверяющие обещали разобраться с поставщиками продуктов и узнать причины роста цен, а также искать другие пути поставок. Руководство города обратилось к предпринимателям с просьбой не увеличивать цены и не заниматься сговором. По итогам рейда было принято решение чаще проводить ярмарки сельхозтоваропроизводителей. По поручению главы нашего города провели мониторинг стоимости продовольственных товаров на рынке. Мы, значит, замечаем динамику увеличения по ряду продуктов. Это касается и гречки, это касается и капусты, и моркови, и картошки, и некоторых других продовольственных товаров. Сейчас мы будем разбираться с оптовым базой, с оптовым поставщиками, причиной увеличения цен. На каком этапе это произошло, и возможно искать другие пути поставки, а других поставщиков в целях снижения. Кроме этого, планируем провести совместно с Министерством сельского хозяйства ярмарку. Хочу обратиться к продавцам, чтобы не увеличивали цены на продукты питания, особенно не занимались сговором, поскольку сговор является предметом для расследования управления федеральной антимонопольной службой. Дагестан скоро сможет столкнуться с еще одной проблемой. Республика имеет риски получить новые проблемные новостройки. Такой прогноз сделали в Фонде развития территории. Помимо нашего региона, в списке также значатся Костромская, Курская и Омская области, Кабардино-Балкария, Адыгея и Северная Осетия. Доля домов, по которым существуют риски нарушения прав дольщиков, в этих субъектах составляет от 25 до 76%. Выпрыгнули на ходу. На Хибатлинской развилке в Цунтинском районе, на участке дороги от селения Мукок до селения Шури, на заснеженной дороге с 300-метрового обрыва сорвался автомобиль. Водитель не справился с управлением из-за плохих погодных условий. В машине было 5 человек. К счастью, пострадавших нет, поскольку все пассажиры успели вовремя выпрыгнуть из автомобиля. Одним интернет-мошенникам в Дагестане стало меньше. Полицейские махачкалы выявили и задержали афериста, который промышлял на просторах соцсети Instagram. Он создал фейковый онлайн-магазин по продаже посуды и обманывал доверчивых клиентов. После получения оплаты за товар, подозреваемый прекращал выходить на связь с покупателями. Для совершения платежных операций злоумышленник использовал банковские карты своего знакомого. Он также был установлен и доставлен в отдел полиции. По версии следствия, жертвами обмана стали по меньшей мере 25 жителей Дагестана. Сейчас уточняется размер причиненного в результате мошеннических действий ущерба. Выставлял в социальной сети Instagram посуду и типа продавал ее. Сколько вы этим занимались? Примерно полгода 80. Как-то он мне позвонил в конце лета и попросил банковскую карту. Я ему предоставил, спросил для чего. Он мне сказал, да, для работы, бизнес, говорит, занялся. Хорошо, через некоторое время, как я понял, он мне позвонил еще раз, попросил еще одну карту. Так, как я понял, она заблокировалась. Я ему ее предоставил, так же, как в первый раз. И потом я уже понял, что к чему. Я задаю ему вопрос, для чего тебе эти карты. Я понял, что он дурит людей. И как бы я перестал общаться. И в последующем я уже ничего не принял, никаких связей с ним не имел. А сейчас краткий обзор новостей от Хамза Нурмагомедова. Далее мы продолжим. В Дербенте при ремонте канализации подрядчик похитил 500 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики. Следствие полагает, что злоумышленник с 2019 по 2020 года представлял платежи для оплаты по завышенной стоимости. Подозреваемый сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Школьного учителя в Шамильском районе заподозрили в хищении 1 миллиона рублей по программе «Земский учитель». В 2020 году он предоставил в Миноборнауке трудовую книжку с недостоверными сведениями. Дело в отношении учителя возбуждено по статье «Мошенничество». Следователи будут добиваться возмещения ущерба. 23 умных светофора установили на дорогах Махачкалы. Они призваны улучшить пропускную способность городских улиц. В зависимости от транспортного потока, длительность светофорного регулирования будет меняться. На них установлены видеодетекторы транспорта, а также камеры видеонаблюдения. Ранее система была запущена в тестовом режиме. Сейчас она автоматически регулирует дорожное движение. Наряду с умными светофорами в столице скоро появятся и умные остановки. Об этом сообщил глава города Салман Дадая в своем инстаграм-аккаунте. Правительство РФ определило список ранее импортированных товаров, до конца года запрещенных к вывозу из России. В перечне более 200 позиций следующих категорий. Технологическое оборудование, телекоммуникационное оборудование, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, электрическая аппаратура. Вывоз ограничен во все зарубежные государства. За исключением стран Евразийского экономического союза, Абхазии и Южной Осетии. Урны подземного типа. В Дербенте приступили к установке подземных мусорных контейнеров. В настоящее время работы ведутся на двух участках по улице Площадь Свободы. Это будут первые экспериментальные контейнерные площадки в Дагестане. Если это будет иметь положительный эффект, то они появятся и в других частях города, отмечает местная администрация. Над поверхностью земли будут только мусороприемные урны. Сверху будет гранитная плитка, это все закрыто. Подниматься будут часть контейнера над поверхностью земли будет только тогда, когда приедет мусоровоз их забирать. Все остальное время четыре урны будут находиться над поверхностью земли, куда люди смогут бросать мусор. В ДГПУ прошел митинг в поддержку президента и вооруженных сил страны. В нем приняли участие профессорско-преподавательский состав, сотрудники и студенты ВУЗа. Выступающие отметили необходимость усилить системный подход военно-патриотического воспитания молодежи и призвали студентов не поддаваться на провокации западных СМИ и брать информацию только из достоверных источников. Также коллектив ВУЗа принял решение направить однодневную заработную плату на помощь беженцев из ДНР и ЛНР. Уважаемые педагоги, на вас ложится большая ответственность по формированию правильного понимания сегодняшнего проводимого спецоперация на Донбассе и Луганске. На вас ложится дополнительная ответственность за то, чтобы наши дети правильно приняли, не из соцсетей, а именно от вас. И для этого у нас есть и исторический факультет, и кафедры, которые могут эту работу проводить. Первенство страны по вольной борьбе приурочит память от героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова. Об этом говорили на совещании Минспорта Республики. Всероссийские соревнования пройдут с 24 по 27 марта в Каспийске во Дворце спорта и молодежи имени Али Алиева. Участниками первенства станут порядка 400 спортсменов из разных регионов России, которые разыграют медали в 10 весовых категориях. Нурмагомед Гаджимагомедов героически погиб во время спецоперации на Украине. Глава государства Владимир Путин присвоил ему звание Героя России. Лига Хабиба Нурмагомедова проведет второе шоу в Соединенных Штатах. В эту субботу на турнире Eagle FC в Майами выступят пятеро дагестанцев. В соглавном поединке вечера чемпион лиги в тяжелом весе Резван Куниев встретится с ветераном UFC Энтони Хемилтоном. Махачкалинец идет на серии из восьми побед. Обладателем пояса промоушена он стал в 2019 году. Всего у публиков видит 13 поединков. Помимо Куниева в октагон войдут Ахмед Алиев, Икрам Алискеров, Раймонд Магомед Алиев и Ситев Мудуев. Карт Eagle FC возглавят экс-бойцы UFC Кевин Ли и Диего Санчес. 70 дагестанских вольников вступили в борьбу на чемпионате СКФО. Окружные соревнования стартовали в Хасавюрте. На ковер во дворце спорта имени Гамида Гамидова вышли около 300 спортсменов. В первый день борцы оспаривали путевки в финал в пяти весовых категориях. До 57, 65, 74, 86 и 97 килограммов. Итоги турнира подведут 12 марта. Спортсмены, занявшие с первое по пятое места, получат путевки на чемпионат страны. Турнир пройдет в середине июня. Это была последняя информация в этом выпуске. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин